Традиционная отправка призывников к местам прохождения воинской службы – важное событие в жизни каждого молодого мужчины, готового стать защитником своей Родины. Представители военной комендатуры, родственники и друзья новоиспеченных солдат собрались на площади церемониала в Брестской крепости Герой, чтобы попрощаться и сказать последние напутственные слова перед отправкой в часть. По традиции весной и осенью все военные комиссариаты отправляют молодое пополнение вооруженной силы нашей страны. Город Брест не исключение. Сегодня действительно состоялась первая отправка в Брестском, в первом регионе. 180 призывников ушли в воинские части. И на самом деле очень здорово, очень символично, что это произошло именно сегодня здесь, на территории Брестской крепости. Что касается города Бреста, то хочется отметить, что более 500 человек, город Брест, сегодня, то есть ребята прошли медицинский осмотр и годны к срочной воинской службе и уже получают повестки. Сегодня, в частности, порядка 25 ребят получили повестки уже на призыв на срочную воинскую службу. То есть это говорит о том, что наша молодежь готова защищать границу своего государства и создавать ту мирную атмосферу, ту мирное небо над нашей головой. Поэтому я думаю, что наши семьи, наше гражданское население может спокойно жить, работать на своих предприятиях и, в принципе, жить спокойно, так как мы и живем. По традиции Новобранцева зажили цветы к Вечному огню мемориала и исполнили гимн. А заместитель военного комиссара Брестской области по идеологической работе Андрей Юрудь поздравил молодых солдат со вступлением в действительно взрослую жизнь. В этот теплый, прекрасный октябрьский день у вас начинается ваше военное договорение. Символично то, что оправку мы проводим на священной земле Брестской крепости, обильно политой кровью наших предков. Именно здесь, 22 июня 1941 года, был сделан первый шаг навстречу той великой победе, которую мы чтим до сих пор. Вы уходите служить в вооруженные силы. То чувство патриотизма, ответственности, которое вам привели ваши родители, школа, станут тем основанием, тем настоящим фундаментом, где вы получите свое военное образование. Вы будете постигать самую благородную, самую достойную профессию – защищать Отечество. Служба в армии – нелегкий путь, требующий силы духа и преданности, считают юные призывники. Закончил колледж, буду служить полтора года, направляюсь в РПК в Минске. Направляют меня в Минскую военную комендатуру. В принципе, очень рад, туда и хотел. В принципе, отдам долг родине, как и хотел, все будет отлично. В связи с таким временем очень важно охранять нашу республику и отдать долг родине полноценно и с душой. Жизнь после призыва вооруженной силы – это не только испытание физической выносливости и обучение военным навыкам, но и возможность для личностного роста и развития. А со своих частей молодые солдаты вернутся к любимым и близким образцовыми защитниками Родины. Василий Набуцкевич, Дмитрий Литвинёк, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.